Доходы югорского бюджета увеличили на 20 миллиардов рублей. Такое решение приняли на заседание окружного правительства. По словам директора регионального департамента финансов Веры Дюдиной, основные уточнения проходят по налоговым доходам. Например, план по налогу на прибыль увеличен на 17 миллиардов рублей. Изменения коснулись и расходов окружной казны. Так, расходная часть по госпрограммам увеличивается на 551 миллион рублей. С учетом изменений, расходы округа составят больше 289 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета сокращается на 19 миллиардов. После одобрения правительством документ направлен на рассмотрение в окружную думу. В Югру поступила вторая партия вакцины от коронавируса. Ее доставили в поликлинике Хантамансийска, Сургута, Нефтеуганска и Нижневартовска. Всего 400 доз. Эту волну вакцинации врачи уже называют массовой. В первую очередь прививки поставят югорчанам, которые находятся в группах риска. Это медики, педагоги и социальные работники. Сделать прививку можно бесплатно. Достаточно добровольного согласия. Персонал в поликлиниках прошел необходимый инструктаж. Перед вакцинацией специалисты проверяют состояние здоровья. Югорчан прививают пациентов в два этапа с интервалом в 21 день. Перед вакцинацией мы производим забор анализа на иммуноглобулин G, который свидетельствует нам о наличии перенесенном заболевании. И производим осмотр пациентов, измеряем температуру. Противопоказаниями являются все острые заболевания. Ежегодно прививаюсь. И от гриппа прививаюсь. И у меня и дети все тоже привиты. Поэтому я считаю, что прививаться нужно. Выработка иммунитета. Считаю, что опасного ничего в вакцине нет. Потому что вводится же не живой, допустим, вирус, а какие-то частички. Поэтому ничего страшного в этом нет. Коронавирус в Югре победили еще 245 человек. С начала пандемии в регионе выздоровели около 33 тысяч пациентов. Есть и печальная статистика. Умерли 464 человека, в том числе четверо за минувшие сутки. Что касается новых случаев, специалисты лабораторно подтвердили 231 заболевшего. В Сургуте 29, в Нижневартовске 25, в Нягоне 22 и в Ханты-Мансийске 21 заболевший. Положительные тесты у жителей еще 18 муниципалитетов. На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 66 зафиксирована пневмония. Состояние 161 пациента медики оценивают как тяжелое. 95 подключены к аппаратам ИВЛ. Жителям Лангипаса больше не придется ездить на лор-операции в другие муниципалитеты. Теперь их делают на базе городской больницы. Очереждение получило лицензию на лечение хирургических патологий по направлению отоларингологии. Здесь организовали специальные койки, а сами операции проводит заслуженный врач России. За два месяца уже провели около 20 хирургических вмешательств. Раньше лангипасам приходилось несколько месяцев дожидаться, в своей очереди, в больницах других городов. Отмечу, штат узкопрофильных специалистов здесь практически укомплектован. В этом году на работу приняли двух лор-врачей. В следующем коллектив отоларингологов пополнит еще один специалист. Без разреза, без ничего входим в гайморовую пазуху. Есть такая трубочка тонкая толщина 4 мм. Это все обзор пазуха виден на экране, на мониторе экрана. И мы шадяши, не травмируя, все это удаляем. Также под видеоскопическим контролем мы оперировали эти перегородки носовой раковины. Мы, не травмируя, не задевая здоровые нормальные ткани, удаляем патологическую измененную ткань. В том году и даже до лета, наверное, этого года, наши жители, маленькие жители, то есть я говорю про детское население, они ожидали очереди до полугода, иногда до года, для того, чтобы попасть в Нижневартовскую окружную больницу. Но сейчас мы реализовали этот путь, и поэтому очень охотно жители пошли. В Нягоне 11 детей-сирот получили ключи от новых квартир. Событие совпало с юбилеем округа. Всего в этом году обладателями комфортного жилья в новостройках стали 28 человек. Только в октябре 14 нягонцев отметили новоселье. На эти цели из окружного бюджета выделили около 60 миллионов рублей. До конца года квадратные метры получат еще трое детей-сирот. Стоит отметить, что квартиры предоставляют на условиях найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет. После заключается договор социального найма с правом приватизации помещения. Мне позвонили и сказали, что уже в этом году дадут. И я этому очень сильно обрадовалась, потому что чем раньше, тем лучше. Тем более до Нового года я хочу елочку установить. Все квартиры приобретаются в домах новостройка. Квартиры благоустроенные, полностью сделан ремонт косметический. Имеется все необходимое оборудование. И да, в этом году это в основном центр города. Третий микрорайон, 13-й дом, третий микрорайон, 16-й дом. С красивым видом на парк. Необычную экологическую акцию провели общественники Радужного. На 90-летие Югры они выпустили мальков разных видов рыб в озера. Для этого они и пробурили 90 лунок во всех водоемах Радужного. В акции приняли участие МЧС России, молодогвардейцы, партийцы и представители городского молодежного центра «Вектор-М». Активисты подчеркивают, что эта акция не просто подарок региону, а гражданский долг каждого югорчанина. Отмечу, общественники Радужного круглый год не только выпускают рыб в водоемы, но еще и очищают прибрежную территорию от мусора. Сажают ягоды, грибы и кедры. В честь 90-летних Мау Югры мы посвящаем это мероприятие. Бурим на всех водоемах 90 лунок и запускаем по 90 рыб. У нас в черте города, вокруг города 19 водоемов, а так по очереди все эти мероприятия проводим. Почти миллион рублей отдала мошенникам пенсионерка из Пытьях. А женщина была уверена, она спасает свои деньги. Больше 60 раз югорчанка набрала в банкомате неизвестные номера телефонов и добровольно отправила на них сбережения. Операции могло быть и больше. У женщины разрезался телефон. Только позже она поняла, что попалась на уловки аферистов. Полицейским потерпевшая рассказала, что мошенники разыграли телефонный спектакль. Сначала позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются списать с ее счета деньги. После он перевел разговор на другого специалиста. Уже девушка объяснила, что деньги нужно обналичить и раскидать по счетам. Что югорчанка и сделала. Полицейские возбудили уголовное дело. В Сургутском районе арестовали троих мужчин, их подозревают в похищении людей. По версии следствия, в октябре этого года один из мужчин пригласил в гости сургутянку. Они были знакомы через соцсети. Но на месте встречи неизвестные силы затащили девушку в автомобиль. Несколько часов подозреваемые удерживали ее в машине и принуждали к действиям сексуального характера. Позже мужчины воспользовались телефоном похищенной и пригласили на встречу ее подругу. Так на их удочку попалась еще одна девушка. Ее тоже затащили в автомобиль и увезли за город. Поездка была непродолжительной. Девушки на ходу выпрыгнули из машины. В результате падения одна из потерпевших получила травмы головы, а вторая сломала ногу. Подозреваемых задержали. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Жители Ханты-Мансийского района добираются домой на воздушных подушках. Север-Речь-флот запустил по речной сети три аэрохода. Они доставляют югорчан по четырем направлениям. Ежедневно суда совершают два рейса в Троицу и обратно. По четным дням ходят в Пырьях, а по нечетным отправляются в Нялинск и Кышек. В Затон, откуда аэроходы уходят в рейс, пассажиров доставляет автобус. Он же и встречает приезжих, чтобы отвезти на речной вокзал. Судно на воздушной подушке будут работать, пока не откроются зимники. С полным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте Север-Речь-флота. Здесь же можно приобрести билет. О том, насколько безопасен такой вид транспорта и что его может поджидать в пути, выяснила Наталья Акст. Подробности сегодня в программе «Больше чем новости» на телеканале Югра 18-15. Наши маршруты являются социально значимыми, поэтому пассажиропоток есть всегда. Люди ездят по своим нуждам в окружную столицу. Загрузка отличается от предыдущих годов. Люди, видимо, берегут себя и предпочитают иногда остаться дома. На нем удобно, хорошо, тепло, комфортно. Хорошие капитаны. Вообще транспорт нормальный. А вообще, ну, как тут в салоне ощущается? Просто он такой шумный, то есть его слышно за километры. В салоне тишина, спать можно даже. Нравится вам на воздушной подушке ездить? Ну, это основной вид транспорта, которым я пользуюсь, живя в нашей деревне. И летом, и зимой удобно. Продолжение следует...